Всем привет, меня зовут Настя, и я рада вас приветствовать на канале Куркума, который посвящен парфюмерии. И сегодня мое видео о новых ароматах в моей коллекции. Конечно, конечно, я могу сейчас сказать не совсем важную информацию о том, что должно было быть другое видео, но у меня что-то случилось с программой, и оно удалило все мои файлы, там было потрясающее видео о новых восьми ароматах. Но я думаю, как минимум, это не важно, потому что зачем расстраиваться по пустякам. Во-вторых, вы уже не проверите, есть ли у меня эти восемь новых ароматов или нет. Но я постараюсь его переснять, конечно же, хотя это сделать сложно, потому что смотрю на свой канал и понимаю, насколько все грустно, потому что очень редко у меня получается выкладывать видео в связи с моей работой, и у меня всего один выходной на неделю, а иногда его и вовсе нет, поэтому о съемке видео, не говоря уже о монтаже, собственно. Давайте начнем, не будем терять ни минуты. Сегодня я хочу вам рассказать о двух моих новых ароматах от Мансера, которые я, как обычно, не планировала заказывать. Но зачем ты сайт Духи Рэп создал такую категорию на своем сайте, как флаконы, остаток во флаконе, так правильно называется эта категория, и все, мне кажется, всех парфюм-маньяков и всех парфюм-любителей просто, мне кажется, у всех просто носило крышу, потому что, мне кажется, мы целыми днями там зависаем в ожидании чего-то стоящего и интересного, и, собственно, что мы так давно ждали, но не могли себе там в той или иной, по той или иной причине позволить приобрести. Итак, первый аромат. Это аромат Мансера Black Vanilla. Вот такой вот потрясающий флакон в 120 мл, но как бы так, как я сказала, что это остаток во флаконе, здесь 40 мл, но как бы это не главное для нас, маньяков, для нас, коллекционеров. Главное, что этот аромат у меня теперь есть в коллекции, я постараюсь его беречь и, собственно, охранять настолько и оборонять от распития сверхскоростного, насколько это возможно. Black Vanilla. О чем этот аромат? Аромат 2017 года. Аромат сладкий, ягодный, мускусный, и маленький минус сейчас вылезет неожиданно, не совсем стойкий, как я думала. То есть для меня ароматы Мансера — это родные братья ароматов Монталь, а все мы знаем, что ароматы Монталь — это жутко шлейфовые, километровые вот эти вот облака, облака, облака. Эти километровые облака шлейфа от ароматов всегда присутствуют, но здесь же я чувствую очень такую приятную сладость, которую дает нам смородина черная. Затем все это переходит в какой-то ванильно-мускусный микс, который создает такое летнее приятное состояние. И сейчас зимой он мне очень нравится, и он действительно очень такой женственный, сладкий. И не могу сказать, что это прям Black Vanilla, но, скорее всего, это какая-то такая ягодная ванила, которая имеет место быть в моей коллекции, и с которой, я думаю, мы точно подружимся летом, хотя и сейчас, я тоже не прочего поносить. Я не могу сказать, что это какой-то особенный, необычный аромат, вполне обычный, и я немножко-немножко, чуть-чуть расстроена, но не сильно, потому что ничего подобного у меня в моей коллекции нет. И, в принципе, я просто люблю аромат от Монсера, поэтому... Поэтому я особо не расстраиваюсь, не перевередничаю, а просто радуюсь, что он теперь у меня есть. Следующий аромат, он также от Монсера и также от остаток у флакони. Это аромат, который называется Holidays. И я, прежде чем его заказать, так как я вообще о нем не слышала, а планировала заказать либо Ирис, либо Сицилию, я зашла на фрагрантику и увидела отзывы, которые гласят, что это аромат просто один в один, терракота от Герлен, такая апельсиновая какая-то штука, это все очень сладко, пудровая и так далее. Но что я вам хочу сказать. Я была, в принципе, не прочь, что у меня будет какая-нибудь интересная версия терракота от Герлен, потому что я ее очень люблю. Но это, дорогие мои парфюмерные любители, абсолютная... Абсолютный родственник Датур Нуар от Сержа Летанца. Вот что я вам хочу сказать. Это вообще ни разу не терракота. Это как только я его убрызнула, я его убрызнула сразу на руку, я сразу услышала в нем Сержа. И я... Ну так как он у меня есть, я, конечно, ну... С одной стороны, я не очень обрадовалась, потому что, о, опять же, то, что у меня уже есть, похожее. Но, с другой стороны, я рада то, что у меня теперь есть два аромата похожих, но они от разных брендов, они разной стойкости. Все-таки Мансера, он будет немножко более стойким, чем Серж, а я обожаю Датур Нуар от Сержа Летанца. И, в принципе, с другой стороны, собственно, я очень рада, потому что мой любимый аромат в более такой высокой стойкости. Он мне очень нравится. Кто-то говорит, что это какой-то просто притерный кокос. Кто-то говорит, что это очень похожий аромат от Монталь, который называется... Что-то там связанное с Тиаре. Я не очень... Я не знакома вообще с этим ароматом, поэтому точно его название не помню. Ну, собственно, поэтому, наверное, провели аналогию с Таракотой от Герлен, но я хочу вам сказать, что, да, Тиаре, кокос, вот эта вот пудра, сливочность, это все здесь присутствует, но также я чувствую вот эту маленькую жевательность, а слово жвачка от Сержа, эту маленькую такую пряничность, печеньковность, такую выпечковность, в общем, и все прочие эпитеты, это абсолютное сливочное, такая вот выпечное, кокосовое печенье. Вот такая вот пришла мне сейчас ассоциация, и я абсолютно не против носить этот аромат. Зачем я все время нюхаю блотер? Наверное, потому что, чтобы более ассоциативно все рассказывать, я же помню его, зачем я это все делаю. В общем, подводя итог, я хочу сказать, что я очень рада этим моим двум новым новинкам, простите за тавтологию, но все же очень жаль, что здесь, конечно же, всего лишь 40 миллиметров, но, насколько я знаю, этот аромат не планируют снимать с производства, так что, если что, можно повторить. А вот аромат Pink Prestigio, Prestigium от Montserrat, по-моему, так называется этот аромат, я планирую его приобрести и жду, когда он появится в остатках, потому что вроде как, вроде как планируют его снять с производства, поэтому надо поторопиться. Ну и ароматы, которые достались мне в формате от Levante или тире бесплатных пробников, это ароматы от Narana Perfums, Moon 1947 Platinum и Moon 1947 Gold. Я, естественно, прежде чем добавить их в свою корзину, посмотрела, что думают об этом люди, и люди пишут, что один из этих ароматов это аналог Fleur Narcotic от бренда Nihilo или Nihilo, не ознакомый я с этим брендом, и у меня, собственно, нет этого Fleur Narcotic, поэтому... Но я знаю, как он пахнет, естественно. Тестим первый флакончик. Они у меня не подписаны, сейчас будем гадать, какой из них с осадочком, какой-то осадок есть. Посмотрим. Так, первый. И я сразу, собственно, попала на него. Это масляный такой, очень масляный Fleur Narcotic. Что-то мне подсказывает, что бренд Noirana Perfums это, наверное, то же самое, что вот в торговых центрах стоят такие отделчики, как Eiffel Perfums, Es Parfums и всевозможные аналоговые бренды. Вот я думаю, что это та же история. Не понимаю, конечно, почему они оказались на духе РФ, потому что они явно делают аналоги, явно делают копирки, но, насколько я знаю, у этого бренда есть что-то и свое, что-то, собственно, индивидуально уникальное, но я с этим не знакома. Да, это Fleur Narcotic, что говорить, он с самых первых нот и по сию минуты звучит как Fleur Narcotic без какого-либо раскрытия, а просто вот как, собственно, этот аромат звучит в аналоговых брендах. Ничего особенного, но, честно говоря, я просто не очень люблю этот аромат, он мне что-то как-то не очень нравится, потому что у меня был опыт его попробовать, и я понимаю, что это все-таки не моя история, мне не нравится его обонять, и мне не нравится его слышать в себя, он для меня пахнет как-то не очень. Вот Бакара, да, это другое дело, это абсолютно мой аромат, я его очень люблю, а вот Fleur Narcotic, что-то он как-то меня не очень цепляет. Ну и следующий, следующий аромат, скорее всего, вот Gold, это Fleur Narcotic, да, а Platinum, наверное, что-то будет другое. Давайте это попробуем. Так. О! Чувствую здесь очень много мускуса, очень много фруктов, очень много восточного вот этого вот звучания, и скорее всего, я просто, честно говоря, не помню, с чем на сайте Духиеров сравнивали этот аромат, но по-моему, это что-то, либо это Терензи, либо это Соспиро, но это что-то такое вот арабское, восточное, мускусное, тяжелое, но очень фруктовое, поэтому я думаю, что это, наверное, скорее всего, Эбропура или Эрбопура, я, по-моему, Эбропура, скорее всего, будет правильнее, у меня нет этого аромата, и я не поклонница такого откровенного тяжелого металла, фруктового, конечно же, но в целом, да, это такое вот звучание, очень похожее на что-то очень дорогое, но стоит дешевле. Вот такие вот четыре новых аромата, очень летние, на мой взгляд, по звучанию, и я думаю, что самое время, вот когда только вот начнет появляться солнышко, уже можно будет по чуть-чуть их начинать разнашивать, особенно ароматы от Монсера, потому что, скорее всего, ароматы от Норана, перфамс, или парфамс, как они правильно, наверное, себя называют, я, скорее всего, не буду носить, вот, пусть они у меня лежат в моей маленькой коробочке с пробниками, вот, но уже хочется немножко призывать летнего настроения, надоело это зима очень сильно, поэтому постараюсь это сделать с ароматами от Монсера, пока что у меня их три, вот, третий, это Red Tobacco, но я планирую еще, конечно же, что в мою коллекцию попал Pink Prestigium, Gold Prestigium, естественно, Дикие фрукты, Дикий питон, насколько я помню, называется этот аромат, в общем, хочется что-то еще очень интересного, потому что все-таки Монсера, правда, они удивляют иногда своими ароматами, потому что вот Red Tobacco, он абсолютно попал в мое сердце, и всю осень я носила его, и мне очень это нравилось, поэтому хочу вам пожелать скорейшего наступления тепла, особенно в ваших сердцах, чтобы вас окружали теплые люди и теплые события, и, конечно же, оставайтесь на канале, подписывайтесь на канал, я надеюсь, что скоро мы увидимся с вами снова, пока-пока.